прошло 10 дней и до сих пор мусор вот здесь смотрим вот это грязь вот это вонь 6 сентября 2020 года и вот смотрим на этом месте уже прошло почти 9 дней как прошла игра вархаммер остался мусор до сих пор мусора не вывезли внимательно смотрим но вернее вывезли половину мусора но сейчас мы с вами сделаем еще в лесу что все-таки осталось в лесу после игры но вот это туалет вархаммера да и смотрим что в окрестностях этого туалет все что связано с экологией это очень серьезная беда и катастрофа и вот одна из версий почему мы с вами сейчас испытываем проблемы пандемии коронавируса природа матушка некий вселенский бумеранг посылает кому-то дагестанских орлов вот дорога ролевиков там где вмешивается человек и делает вот такие постройки вот смотрим сюда наблюдаем так жигулевская пиво да вот мы видим смотрим что вот здесь в лесу оставили да кто-то может скажется что я подкинул смотрите сколько бутылок и еще вот эти люди они заявляют о том что они не пьют не бухают и лично у меня большие сомнения что вообще вот это кто-то будет в лесу убирать чтобы указать на те недостатки и не то что а просто природу мать ее до засоряем прекрасный лес живописное место заповедная зона святой нектаревой пустыни ну и вот смотрим еще раз кто-то заявляет что вот это все подкидывал но наверное может быть подумает что вот это я подкинул до смотрим какое живописное место в лесу и вот это все что здесь бутылки пиво клинская да какой еще здесь здесь можно много чего найти интересного скорее всего это вархаммер наверно 2019 ну вот что вот эти свиньи оставляют после себя основные претензии участникам ваших ролевых игр все мы играем игры начиная с самого детства первая роль это роль ребенка затем это подросток роль ученика роль учителя роль родителя и конечно же роли подчиненных и роли руководителей и вот уход от реальности из компьютера в ролевые игры это природа измененных состояния сознания в основном участвуют дети со всеми страхами фобиями и вот в процессе этой игры произошел конфликт конфликт на голом месте не бывает виновны как правило две стороны и вот одна сторона гостей с юга которая появилась здесь но видно сама вселенная направила на правило орлов из дагестана даже они прилетели и возможно указали людям на те ошибки которые происходят я не собираюсь разбираться в ваших конфликтах пусть это установит суд участковый органы безопасности правопорядка вопрос и в первую очередь это ваши страхи это ваши фобии вот то что остается в лесу после ролевиков и многие молодые люди не понимают что например сухостой он же не просто так появляется да не просто дерево падает да это происходит вследствие того что там где человек как раз место отыгрывания ролевиками своих 15 лет это все происходило но общими усилиями совместно с лесничеством охот хозяйством и когда сменилась администрация тверской области эти ролевики были отсюда изгнаны вот это гнилое место посмотрите все что здесь в этом лесу мусор берегите природу мать нашу да вот смотрим как вот здесь берегут природу от меня хотят извинений за то что гости с юга дагестанцы нагнали страху на молодое поколение которое и отыгрывает ролевые игры в этой жизни каждый должен отвечать за себя любая религия христианство ислам иудаизм дзен буддизм а также многие многие другие религия они говорят одно и то же что в этой жизни перед богом человек будет отвечать сам он не может брать на себя грехи другого человека и тем более скидывать грехи на других конечно же если кто-то кого-то подсрекает науськивает укради убей он является сам организатором всего этого беспредела но вопроса крыльевикам непосредственно участникам игры и организатором всего этого беспредела вот смотрите крест и оставили здесь меня совершенно не волнуют конфликты ваши с другими людьми на территории где вы отыгрывали игры это конфликты решайте в частном порядке делайте заявление но когда вы вывезете эти доски все то что вы здесь строили и оставили после себя вот этот мусор и не только мусорные мешки а вот эти все доски вот этот весь хлам после себя в лесу но если вы сами организаторы не понимаете то вопрос на самом деле нужно ставить перед природоохранной прокуратурой за вот это все безобразие которое происходило да и не говоря про костры и про другие лично я в течение трех дней призывал к ответственности одной и второй сторону люди не понимали ни одни и другие потому что их мозг был затуманен алкоголем все это проявляется в конфликтах и в детской болезни это страхи страхи фобии например когда ну вот это вот это уже более новые постройки до смотрим мы заходим сюда смотрим вот это все но в следующем году можно будет посмотреть что от этого леса скорее всего тоже будет один сухостой вот видите все что происходит своими глазами еще раз каждый должен научиться в этой жизни отвечать только за себя это просто пизда они вечером в лесу увидели то что но совершенно это в другой реальности измененная реальность абсолютно и откуда-то какие-то подумали там то ли черти то ли наркоманы когда подъехали общаться им дали палкой по голове пошла драка в девушку потом через день кинули бутылку и многое 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 другое что привело к драке еще по их заявлениям что был украден телефон iphone 11 версия другой стороны что на них напали давили еще что-то делали с вами лично я в этих конфликтах и участиях не принимал так как веду здоровый образ жизни и всем советую отказаться от алкоголя от наркотиков лично я в лесу нашел шприцы я ничего не подкидывал безнравственным поведением а именно это алкоголь вот посмотрите все видите шприцы валяются не я снимал а снимали на телефон люди где девушки с этого фестиваля просто вели а моральное поведение и все конфликты как я говорил происходит как правило мужчины за женщин и вот вот эта история она продолжается до сих пор и вот молодые люди если вы не можете самостоятельно закрыть свой гешталь к целостности отпустить ситуацию вы представляете вы тратите свои силы энергию на то что пишите комментарии в социальных сетях а где же вы были молодые люди как почему вы не смогли остановить как вы говорите этот беспредел вас было почти больше тысячи человек и какие-то шесть тверская область полигон на глория 30 километров от твери и вот игра вархаммер смутные времена что-то среднее между игра престолов и властелин колец да и вот люди отыгрывают ролевые игры они отходят от компьютера да и приезжают вживаются в роли в течение года шьют себе одежды и вот одна из таких мощных техник и практик под названием перезагрузка да и какие-то шесть человек дагестанцев там вас просто морально унизили деморализовали это первое второе всегда нужно начинать с самого себя и вот я не перекладываю за себя ответственность да есть моя определенная вина что я не смог остановить горячих парней но лично я с ними провел беседу я их предупредил что нельзя ехать вторгаться на чужую территорию где идет игра раз во вторых вы приехали в гости проявляет заехать самые высшие это гамма-волны это от 40 герц компьютер работает на таких оборотах и потом в конце концов инсульт или инфар и в третье я не участвовал ни в каких пьянках ни в каких драках и людям сказал что в моем доме сухой закон алкоголь не употребляют но виновные всегда две стороны и нельзя перекладывать ответственность с одних на другую искать черную кошку в темной комнате где ее нету в этих местах происходили сражения есть окопы есть ямы оставшиеся после войны но кто больше нанес ущерба немцы где наши с вами деды защищали это все да или же посмотрите где уже современные неонацисты начали строить вот эти сооружения и это не простой звук после конфликтной истории когда закончились ролевые игры мне начали звонить и писать комментарии на канале youtube где была представлена изнанка ролевой игры вархаммер и был комментарий мы неонацисты ролевой игры вархаммер хотим к вам приехать и вы узнаете да кто мы такие правда человек потом быстро стер этот комментарий но были еще звонки и вот суть этих звонков всего того что молодые люди они не понимают что на самом деле за разжигание межнациональной розни это уголовная статья молодые люди вот взгляните в эти лица и в этой братской могиле на месте сожженной в годы войны деревни Дудрово захоронено 189 воинов из них 99 неизвестных и вот святые места тверской губернии помимо того что территория святой нектаревой пустыни вблизи которой 10 дней назад происходила игра ролевая вархаммер мало того что загадили экологию нарушаете нарушаете не соблюдаете чистоту морально и нравственную помимо этого появились угрожающие высказывания в социальных сетях на канале youtube где была вскрыта изнанка этой ролевой игры и вот неонацисты делают угрозы наши с вами деды старшее поколение за что отдавала жизнь эти конфликты на национальной почве они просто недопустимы и все это может привести к межнациональной розни и в нашей стране это совершенно невозможно поэтому обращая внимание на неонацистские высказывания участников ролевой игры вархаммер на это должна обратить администрация президента государственная дума и конечно же федеральная служба безопасности а вот теперь смотрите когда кто-то заявляет и говорит о том что я подкидываю что-то ну вот как вы думаете вот этот мусор я подкидывал подкинул собирается ли его кто-то вообще вывозить из леса внимательно просто наблюдаем за тем местом где мы с вами сейчас находимся ребенок кто разбил вазу это кошка а кто намусорил нагадил опять же кошка а вот это кто сделал так вот начните самого себя признайте ошибки и закройте гештальт и отпустите ситуацию eye нужно двигаться дальше все конфликты нужно решать мирным путем путем сотрудничества и конфликт на первую очередь это личный профликт внутри нас внутренний конфликт перерастает в межличностный конфликт и переходит в групповой и самое опасное то что этот конфликт может перерасти в межнациональный конфликт конфликта на национальной почве Вот к чему привело попустительство Комитета по делам молодежи в Тверской области. Отсутствие милиции, отсутствие ЧОПа, который мог оперативно решать вопрос. Въезд временно ограничен, пользуйтесь объездом. На мероприятии работает ЧОП, на мероприятии плохо работал ЧОП. И вот эти люди, они еще хотят, наверное, и провести Вархаммер 2021. Ну, вы посмотрите, просто-напросто. Загружаем это все, дерьмо, в машину. Все, вот видим. Вот, посмотрите, вот такой Вархаммер, да? Как вам? Здорово, Юта! Мы, получается, идем в гости? Одному из гостей, которые приезжали с Дагестана, вот такой палкой ударили по голове. Ударили палкой по голове одному из них. И, естественно, была драка. Но драка-то была из-за баб. Да что победила, дружба, отстаньте! Это игра! Не борись, бей! Это игра! Это наша игра! Хорош! Это наша игра! И задавайте свои вопросы организаторам. Если вы приехали, заплатили деньги за эту игру и получили некачественную услугу, значит, вы должны спросить. Но, в первую очередь, спросите себя, почему такое здесь происходит? Почему местные жители, им абсолютно наплевать на ваши разборки, драки, да? Хотя никого не устраивает, тут рядом сухой ручей, что тут люди говорят. Но никто не хочет на камеру особо там светиться. Но все этим беспределом недовольны. Просто недовольны. И вот я принимал активное участие, проводил беседы с дагестанцами. И молодые люди восприняли, видно, то, что раз я поехал с ними в дневное время, значит, я тоже участвую в конфликтах. Да я поехал только за тем, чтобы остановить этот конфликт и провести переговоры с организаторами. Внимание! Проезда нет. На данной территории с 26 по 30 августа 2020 проходит молодежный фестиваль. Согласованно, обращаю ваше внимание, с Комитетом по делам молодежи администрации Калининского района Тверской области. Въезд временно ограничен, пользуйтесь объездом. На мероприятии работает ЧОП, но согласование, видно, плохое было. И какая тут молодежь собиралась, давайте разберемся, да? Второе. Как можно ограничить въезд в лес? Кто должны вывозить это в вопрос, непосредственно к участникам и к любому человеку, который приходит в лес. Вот эта вся грязь оставлена ролевиками. Вот их тут трусы ссаные, сраные, да? Вот это все. Вопрос, кто будет убирать доски, кто будет убирать грязь, и в конце концов, когда будут извинения. Вот собирайте всю свою банду, да, и привозитесь сюда, и займитесь уборкой леса. И вот этого дерьма, то, что после себя оставили. Тундра. Вот мы с вами идем по лесу, и что мы веем? Мы веем пустые бутылки из-под алкоголя, мусор, грязь. Я лично уже стараюсь давно эти места обходить стороной. Местные жители испытывают тоже шок от всего этого, но правда приезжают после этих игр заниматься, назовем так, мягко заготовлением стройматериалов после того, что остается. Мне предъявляют претензии молодые люди, которые считают, что я должен перед ними извиниться. В чем должны быть мои извинения? В том, что вы на протяжении 15 лет загадили этот лес. Раз. Распиваете спиртные напитки? Два. Аморальное поведение с пониженной социальной ответственностью как у мальчиков, так и у девочек три. И плюс ко всему, в лесу мной были найдены шприцы. Кто-то пытается заявить, что я подбросил шприцы, что я разбросал мусор по этому лесу, да? Что, посмотрите, возможно, я оставил вот это все повальные деревья, да? Вот этот сухостой, да? Но ситуация-то гораздо проще. На самом деле всегда нужно в этой жизни... А вот посмотрите на вот эти молодые сосны, да? И что теперь, во что они превратились, да? Вот здесь все это происходило, да? Но, конечно же, это произошло не в этом году, но это в том еще году... Это было молодое дерево. И нарушена экосистема уникального места. Идем дальше и смотрим. Путь по игре Вархаммер. И вот любой маломальский понимающий человек, особенно сельский житель, мы даже не говорим про лесничих, егерей. Они скажут сразу, что вот этот весь повальный лес, это же не просто так. Это реально нарушение экологии. И из-за чего это происходит? Вот когда такие сооружения, а вот это все последствия той игры, которая происходила с 2006 года и продолжается до сегодняшний день. И вот мне пишут люди, молодые люди, я скажу так, дети, которые, находясь в измененных состояниях сознания, испытывают большие страхи и фобии. Каждый из нас отыгрывает свою роль в этой жизни. Первая роль – это ребенка, потом это подросток, это школьник, возможно, кто-то даже становится родителем. И эти роли продолжаются, они всю нашу жизнь. И вот конфликты составляют тоже всю нашу жизнь. Вот дорога ролевиков. Вот смотрим сюда, наблюдаем. Так. Жигулевское пиво, да? Вот мы видим, смотрим, что вот здесь в лесу оставили, да? Кто-то может скажет, что я подкинул. Смотрите, сколько бутылок. И еще вот эти люди, они заявляют о том, что они не пьют, не бухают, да? Вот то, что остается в лесу после ролевиков. И многие молодые люди не понимают, что, например, сухостой, он же не просто так появляется, да? И не просто дерево падает, да? А вот это как раз место отыгрывания ролевиками своих игр. Посмотрите все, что здесь, в этом лесу. Мусор, грязь. Кстати, это неорганический мусор, который просто-напросто не разлагается. И вот даже в той же в Индии сейчас приняли закон, который запретили выпускать целлофановые пакеты и пластиковую посуду. Только бумажные. Вот видите все, что происходит своими глазами? Еще раз, каждый должен научиться в этой жизни отвечать только за себя. Ну что? Мы... Потом эльфов будем вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok